всем привет дорогие друзья всем привет сегодня 24 ноября 2019 года у нас в алании осень но днем тепло да на солнце 24 градуса на солнце а мы сейчас сегодня воскресенье и мы сейчас отправляемся на воскресный рынок мы обычно с вами ходим на пятничный рынок но сейчас идем на воскресный и сравним цены воскресного рынка и пятничного и обязательно не забывайте подписываться на наш instagram не забывайте подписываться на наш канал и смотрите информацию о конкурсе в описании к этому видео если мы наберем 50 тысяч к новому году 50 тысяч подписчиков то мы обязательно разыграем путевку в турцию а с 1 декабря по 31 декабря каждый день будем разыгрывать разные подарки поэтому подписывайтесь на канал комментируйте оставляйте ваши отзывы вопросы и так далее подписывайтесь на инстаграм ну и приглашаем вас вместе с нами на рынок вот так вот выглядит улица которая ведет к воскресному рынку и здесь по дороге мы подошли к пекарне и в этой пекарне пекут хлеб на дровах вот на таких вот дровах как вы видите здесь пекут хлеб пиде разные разная выпечка булочки что здесь еще есть семиты и так далее и вот так вот здесь и куда она прям печи вот такой хлеб и ход прям в печи и можно каждый день прийти и купить вкуснейший свежайший хлеб видите весь хлеб на сегодня раз про дали и здесь представлены виды хлеба которые здесь продаются вы виды выпечки такие пекарни на самом деле есть практически в каждом районе кажется в каждом районе поэтому если вы живете в алании долгое время снимаете квартиру или живете присматривайтесь к пекарням в вашем районе спросите ваших соседей местных жителей они обязательно подскажут и в этих пекарнях вы можете каждый день покупать свежий вкусный хлеб ну и различную выпечку булочки семиты и так далее сегодня на улицах машин нет потому что воскресенье все отдыхают но на рынке я думаю будет немного народу побольше как обычно в алании ходят на рынок в алании на рынок вы все наверное знаете ходят вот с такими вот тележками мам продемонстрируешь свою модную тележку да у нас еще и другая тележка типа корзины такой железный но научительно грохочет а с тележкой на самом деле ходить с тележкой да на самом деле ходить очень удобно можно загрузить 10-20 килограмм и спокойно идти от рынка домой также если вы не попадаете на рынок обращайте внимание на вот такие вот овощные магазины которые также есть практически в каждом районе где вы можете купить во время отсутствия рынка различные фрукты и овощи дети здесь гуляют ну а мы идем дальше вот видим много народу идущего народ идущего с рынка по дороге на рынок мы натолкнулись вот на такой интересный магазин где продают все для пчеловодов и помимо того что здесь продают одежду для пчеловодов вот такие вот костюмы с сеткой также здесь продают улья и специальную пчелиную кто знает напишите как это правильно называется пчелиная еда наверное для того чтобы пчелы активней прилетали на улья и откладывали пыльцу делали мед в общем вот такой вот интересный интересный магазин кто пчеловодит обратите внимание вот в алании тоже есть магазин для пчеловодов и далее по этой улице идя по этой улице мы натыкаемся на очень маленький домик которые также разбросаны по всей алании эти домики предназначены для продажи хлеба в этих домиках можно купить также свежий хлеб хлеб стоит работает домик с 7 до 19 и перерыв 14 до 15 30 и здесь можно приобрести хлеб хлеб стоит одну лиру раньше раньше эти домики этих домиков не было они были это были простые ларечки а вот сейчас оформили в таком вот похожем на традиционные аланийские дома стиле здесь красивый зеленый парк и все мы дошли уже практически до рынка для тех кто не знает скажу что все рынки в алании продуктовые непостоянные они переезжают с места на место каждый день и например центре алании рынок у нас четверг вечера в пятницу воскресенье у нас на хаджете в махмутларе во вторник в субботу и в описании к этому видео смотрите ссылки на карты на все рынки алании морковь по 2 лиры на пятничном рынке мы тоже покупали по 2 лиры и редис тоже по 2 лиры и знаете есть такая особенность красный редис внутри всегда белый а если вы покупаете белый редис с белой кожурой то он внутри всегда красный обратите вот на это внимание лук 2 лиры и мама нашла огромные огромные авокадо огромные авокадо пять слив мам но у тебя же был ящик авокадо мужик съели еще хочется пошли дальше гранаты вот это вот скорее всего белые гранаты свежие киви 4 лиры и вот это вот белые гранаты без косточек стоят 2 лиры зеленые помидоры и гранаты вот такие вот большие гранаты по по 8 лир вот такие вот помидоры это деревенские помидоры я вам их показывала раньше они такой интересной формы как будто уже разделены на дольки и посмотрите вот на этот помидор просто огромный красивый помидор есть красный зеленый но это новый новый сезон очень много авокадо начался сезон мандарин апельсин виноград уже заканчивается помидоры вот эти вот помидоры по по 3 лиры зелень обычно стоит одну лиру укроп петрушка рока и мята вера 50 вот такой вот салат мы пришли мы все закупили на пятничном рынке поэтому сейчас мы пришли за капустой вкуснейшая хурма хурма стоит 5 лир яблоки по 2 бананы вижу 6 но в принципе цены ничем не отличаются баклажаны мы вам расскажи рецепт баклажан кстати который получился как эти самые грибы как ты их делала баклажаны ну например два яйца вам не будет их сначала порезала кубиками потом два яйца туда разбила почистила баклажаны 2 яйца туда разбила в кастрюлю нет тарелку зубу она не мешала я отложил в сторону потом лук паре порезала мелко бросила обжаривать туда баклажаны соль перец сколько ты их тушила примерно до готовности до готовности получилось как грибы такой вкус кстати немножко даже мясо напоминал да очень очень сочные вкусные очень пахнет вкусно мандаринами как будто раздавили грузовик мандаринами форма а сейчас начался сезон хурмы вот хурма по 5 лет на пятничном рынке мы также покупали за пять лет свежая тыква из которой можно делать разные сла сладкие блюда десерты и так далее и здесь тоже хурма которая стоит стоит 5 лет много разной зелени 2 лиры мандарины тоже по 2 лиры но баклажаны кстати на этом рынке дороже на пятничном мы покупали поле здесь по 2 лиры ну а в принципе цены цены одинаковые вот оливки зеленые оливки которые можно купить и солить и точно такие же оливки только черные их можно купить и тоже солить килограмм оливок 6 6 лишь здесь также традиционно жарят семечки орехи много разных сухофруктов и кстати прошлом видео я вас спрашивала про сухофрукты про сухую хурму мы ее не пробовали а вот это вот каштаны которые с приходом зимы очень популярны и это самое главное лакомство в турции на новый год именно каштаны да да не удивляйтесь но что там есть интересное что-нибудь все но все мы не утащим очень много зелени опять капуста красная штука 3 лиры капуста цветная 4 лиры и брокколи тоже штука 3 лиры мы охотимся на баклажаны и на капусту нету это свежие 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 лимоны видите они еще были сорваны зелененькими бананы по 7 лир ну и вот здесь представлены все самые самые зимние фрукты и овощи орехи грецкие килограмм 30 лет в скорлупе если брать нет скорлупе то килограмм стоит 75 лет очень много тыквы сейчас она популярна но я к сожалению сладости из тыквы не очень люблю пишите в комментариях если любите здесь какой-то ажиотаж с гранатами народ берет 4 лиры килограмм гранат это дешево огурцы полире рынок этот мне почему-то кажется что он больше чем пятничный мам этот рынок больше чем пятничный а да такое ощущение что этот рынок больше в общем друзья у вас сейчас эффект полного полного присутствия на рынке потому что моя камера сейчас расположен на уровне моих глаз и все что вижу я что видите и вы вот например продают свежие оливки по 6 лир а вот это оливковое масло и уже засоленные засоленные оливки очень много хурмы киви кабачки вот такие вот интересные по по 3 лиры и дыни несмотря на то что сезон день закончился вот такие вот дыни по пять лет а вот эти вот дыни штука 2 лиры кстати дешево надо ну сезон уже закончился они уже не супер свежие и вот такой вот интересный фрукт я не помню как он называется вставлю видео смотрите на экране название буквально из афиона в афионе моего ели и в алане он тоже теперь видите есть айхан спрашивал есть он или нет картофель по лире 50 и маленький лук тоже лира 50 здесь есть клубника на этом рынке она 12 лет и фруктовый овощной рынок заканчивается здесь у нас сырые судюки со фиона свежий судюб 10 лир очень много оливок различных паст сыров напишите в комментариях кто любит вот такой вот сыр в шкуре я его раз не люблю здравствуйте мирова вот такой вот сыр в шкуре напишите в комментариях нравится ли вам такой сыр я такой сыр не ем дальше тут у нас есть яйца тоже много сыра и опять начинается фруктово-овощные ряды в общем ассортимент в принципе такой же как на пятничном рынке но здесь рынок такое ощущение что он побольше как-то пошире но и народу тоже много здесь продают гранатовые соусы сухофрукты вот она хурма инжир ну и различные различные орехи мам ваш колонна добра я тебя не вижу тебе покрупнее брать два килограмма хватит уже вчера купили уже все сухо кабачки по полторы лиры что из них можно сделать из них рагу вкусной получается да мам ну в общем их можно запечь кстати в духовке но кабачки я на самом деле люблю больше чем баклажаны поэтому полторы лиры это практически бесплатно капуста штука три лиры мы купили две штуки за пять лир большая большая капуста и красная тоже две штуки пять лет одна три лиры свекла килограмм четыре лиры и свекла мы будем делать винегрет лир а вот здесь есть и красный редис и белый редис так вот белый белый редис он такой вот красный внутри ну что дорогие друзья мы сделали все наши покупки надеюсь вам понравилось это видео оно было полезным не забывайте подписываться на наш канал анастасия шоу и инстаграм и комментируйте пишите ваши вопросы в общем будем очень рады новым подписчикам ну и конечно же спасибо всем тем кто с нами на сегодня мы с вами прощаемся добро пожаловать в Аланию в Турцию у нас до сих пор тепло да всем пока 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 а на входе в магазин нам нужно тоже купить кое-какую крупу можно вот так вот свободно оставить телегу кто-то бросил свои пакеты прям здесь ну а мы оставили телегу идем дальше за покупками